1 ноября 1946 года. Заканчивается самый крупный судебный процесс в истории человечества. Позади в 9 месяцев работы с предоставленными документами и 216 судебных слушаний. На скамье подсудимых не просто создавшие большой преступный синдикат, а люди, сделавшие преступным целое государство. Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейт. Оглашается приговор Международного военного трибунала. Седьмой в списке подсудимых и пятый из приговоренных к смертной казни через повешение выпускник Московского высшего технического училища, к названию которого уже с 1943 года добавлялось имени Баумана. Альфред Розенберг. Один из главных идеологов нацизма и рейхсминистр по делам восточных территорий. Именно он должен был создать новый порядок на бывших советских землях. И именно он решал, как должны жить на этих территориях люди. К нам немцы пришли на мотоциклах. Не пришли, а приехали. Причем, ну, дороги грунтовые были. Вот грохот такой стоял, это же было очень непривычно для деревни. У нас и машины ни у кого не было, и я не знаю, был ли у кого велосипед. И вдруг такой грохот, наверное, мотоциклов 15, может, 20. И они подъехали к колодцу. К колодец был у отца-брата Корней Игнатьевича. И они, значит, вызвали Корнея, заливай, вот, наверное, радиаторы заливай, что ли. А он был уже в пожилом возрасте. Он пока заправил все эти, они хохотали немцы. Но потом говорили, что это были румыны, а не немцы. Немцы были несколько добрее, чем румыны. Вот. И они его избили так, что он умер. По данным Нюрнбергского трибунала 1945 года, от зверств немецких войск на оккупированных землях СССР за эти годы умер каждый пятый мирный житель. Кто от голода и холода, другие были целенаправленно уничтожены в лагерях смерти или сожжены в своих домах. Но война – это не просто вопрос территории или политического устройства. Война – это прежде всего бизнес на крови. У меня в руках документы Имперского министерства экономики Германии от 31 марта 1944 года. Здесь скрупулезно подсчитано все, что немцы успели вывезти с оккупированных территорий, начиная с 1941 года. Здесь и уголь – 14 миллионов тонн, хром – 14 тысяч тонн, марганец, табак, ткани и так далее. Самая большая сводная таблица по продовольствию. Но здесь уже подчеркивается, сколько миллионов тонн зерна было увезено в Рейх, а сколько осталось на нужной армии. Пропорция примерно 40% к 60%. И тоже миллионы тонн. Зерна – 6, картофеля – 3 и так далее. Вывезено было практически все продовольствие оккупированных территорий. Смотрите далее. Зачем оккупанты ввели налог на окна? У командования Вермахта уже с первой дни войны был приказ. Что из варварского средневековья принесли в нашу страну просвещенные европейцы? Все отчеты, они сохранены. Все отчитывались в Берлину. И чего немцы боялись сильнее, чем партизан? Долгое время историки думали, что эти документы исчезли, загорели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тот день Вера Московкина должна была ехать в Москву. Позади школьные экзамены, отборочные туры города и района. Впереди всесоюзная школьная олимпиада. Вера увлекалась художественным чтением, пародировала Рину Зеленую и радовалась, попав на киносеанс с ее участием. В 57-й квартире старушка одна тоже зашла, попить воды попросила. Попила воды. Потом хватились, а пианины нет. Для 12-летней школьницы из Смоленска, еще небывавшей столицы Советской Родины, эта поездка обещала стать незабываемой. 22-го утром я просыпаюсь и смотрю, что-то непонятное в комнате. Бабушка стоит растерянная, у мамы слезы. Дедушка стоит тоже в полной растерянности. Что случилось? А дедушка говорит, Веруся, мы уже никуда не едем. Началась война. Смоленск начали бомбить практически сразу после начала войны. Вера Ивановна Московкина помнит, как это было. В районе Печерска там тоже бомбили. Была огромная-огромная яма, наверное, оттонновой бомбы. Ну и бабушка, спастись от этого обстрела, залезла в эту яму, в которой пролежало двое суток. Ну, когда все стихо, она пришла. И вот, какое нервное потрясение, что она все 32 зуба, у нее прекрасные были зубы. Она и без крови, и без боли. Все вынула на ладошку. 15 июля Смоленск был захвачен немецко-фашистскими войсками. И для Веры, как и для 70 миллионов других советских граждан, началась жизнь под немецкой оккупацией. До войны это был жилой дом. Здесь жили две моих одноклассницы, Женя и Дуся. Во время оккупации немцы использовали этот дом под гестапо. После вторжения в СССР фашистская Германия приступила к реализации плана создания Великой Германии за счет вновь приобретенных восточных территорий. Как именно указано на этом плакате, который держат гитлеровцы. Русский должен умереть, чтобы мы жили. Были, в принципе, грандиозные планы, что мы возьмем крестьяна из Сейва Германии, Лиссу Германии, где мало места, они туда переселяются, получают огромные территории, там будут действовать как хозяины. И русские или какие-то другие славские народы только нужны для рабочей силы. И лучше, если они вообще не были бы. В начале войны Гитлер неоднократно говорил, мы завоевываем эти территории не для того, чтобы дать вам свободу. Мы пришли не для того, чтобы сделать вас счастливыми. Мы пришли, чтобы сделать свою жизнь комфортнее за ваш счет. Самое главное – это жестокость. Призыв к жестокости и беспощадности – это главный элемент оккупационной политики на Востоке. Управление через убийства. То есть именно угроза смерти, она постоянно висела над всеми. То есть это только покорность. Первым делом фашисты и в селах, и в городах вешали коммунистов, военных или тех, кто высказывал недовольство новой властью. Трупы в лучших традициях Средневековья оставляли висеть на столбах для устрашения. То есть человек идет по улице и висят эти трупы. То, что принесли эти так называемые образованные оккупанты – это было ужасно. Немцы тщательно готовились к войне СССР и разрабатывали планы управления захваченными территориями. В документе от 17 июля 1941 года, которое называлось «О гражданском управлении в оккупированных восточных территориях», сообщается. О создании имперского министерства по делам оккупированных восточных территорий, который подчиняет себе две административные единицы – Рейхскомиссариат Остланд с центром Бриги и Рейхскомиссариат Украина с центром Вровна. Позднее предполагалось создать Рейхскомиссариат Московия, который должен был включить в себя всю европейскую часть России. Планы предусматривали обеспечение Германии за счет этих территорий ресурсами, продовольствием рабочей силы, а еще освобождение оккупированных районов от местного населения. Любыми способами. Смотрите далее. Зачем оккупанты ввели налог на окна? Каких двух «Т» боялись немцы? И как советские железные дороги осложняли оккупантам процесс грабежа? Ведомствами Рейхсфюрера СС Гиммлера, руководителя внешнеполитического управления НСДАП Розенберга и Верховным командованием германской армии были составлены генеральный план Ост, который сначала предусматривал переселение в течение 30 лет около 31 миллиона человек с западных территорий Советского Союза и заселение этих земель немцами и колонистами. Но позже, директивой Гиммлеровского ведомства 27 апреля 1942 года, численность переселения из указанных регионов была определена уже в 46-51 миллион человек. Но мы видим, например, на Украине или на припадки, что это действия действительно идут до 44-го года, что туда переселяются не только немцы, а тоже голландцы. Они получают действительно огромные территории, должны канализировать якобы беспоядок русская, должны использовать землю, чтобы устроить огромные промышленные комплексы, Уже позже на Нюрнбергском процессе при допросах военных преступников выяснилось, что под формулировкой переселения по отношению к бывшим советским гражданам, фигурирующий в генеральном плане пост, имелось в виду не что иное, как истребление. Для этого были сформированы специальные войска вермахта из уголовников, насильников и убийц. Во главе нового министерства был поставлен один из главных идеологов нацистского режима и, как считалось, специалист по России Альфред Розенберг. Знатоком всего русского его называли только лишь за то, что родился он в Прибалтике, а учился в Москве. Розенберг, у него была навязчивая идея, что Россия – главная угроза Германии, ну, кроме евреев. Воплотить до конца свои планы с рейхскомиссариатами немцам не удалось. Полностью был создан только рейхскомиссариат «Остланд», в который входило 4 комиссариата региона Белоруссия и вся Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония. Второй рейхскомиссариат «Украина» был сформирован частично. Сложно было с самым главным, с управлением. Упорядоченная система была только на бумаге. Кох встал на «Остланд» и Лазе на Украину. Это были гауляйтеры, которые подчинялись непосредственно Гитлеру, как гауляйтеры. И они Розенбергу подчиняться вообще не собирались. Дальше больше. Генеральный комиссар Белоруссии региона в составе «Остланд» Кубе наотрез отказался подчиняться своему шефу Коху, который, в свою очередь, не подчинялся Розенбергу. Не лучше было и в структурных подразделениях рангом ниже. Гибиц-комиссары и Рейхс-комиссары не смогли абсолютно договориться с местными руководителями СС и полиции, которые подчинялись Гимнеру и которые отвечали за безопасность на этих территориях и за геноцид. О своей роли заявил командующий Люфтваффе Рейхсмаршал Геринг по распоряжению Гитлера, возглавивший управление четырехлетнего плана. Введение этого ведомства была, по сути, вся экономика Германии с точки зрения наполнения ее стратегически важным сырьем. Как раз была принята так называемая «зеленая папка» Геринга, или в том числе план «Ольденбург», который подразумевал под собой вывоз из России всего. То есть вот все, что попадает в руки немецких властей, это все вывозится в Германию. При этом грабежом занимался не только Геринг. У вермахта был собственный план и собственные подразделения, так называемые штабы Валли, которые занимались тем, что конфисковывали все, что найдут для нужд вермахта. Жилье тоже конфисковывали. Семью Веры Московкиной выкинули из их квартиры на Большой Краснофлотской улице Смоленская. Выброшенных на улицу приютила соседка. Вместе с ней они прятали в подвале чудом спасшуюся в первые дни войны еврейскую семью и пытались приноровиться к новым порядкам. Запасов ни у кого никаких не было, никто ж войны не ожидал. Было голодно очень. Кстати, в 41-м году, 30-го ноября, дедушка мой умер, потому что по уходу голода. Мы выдержали. У нас маленький огородик очень был. Ну, вот, за счет этого что-то там делали. Потом, благодаря бомбежке, там лошадь убила мясо этого лошадиного. Поделили они там с улицы. На оккупированных территориях фашисты организовывали биржи труда. Советские граждане часто шли туда не по своей воле, а под угрозой расстрела или голодной смерти. Выполняли самую тяжелую работу. Строительство мостов, переправ, расчистка и ремонт дорог, лесозаготовка и торфопереработка. Люди работали без выходных с 6 утра до позднего вечера. За смену в лучшем случае получали 200 граммов хлеба. Тех, кто работал медленно, наказывали, расстреливали на глазах у всех остальных. Московкиным немецкие продовольственные карточки были не положены. Мама Веры наотрез отказалась работать на немцах. А там оказалась одна знакомая, которая потом очень многих спасла. И она маму направила к врачу, нашему смоленскому врачу, Ольга Ивановна Бауэр. И она давала справки женщинам, что туберкулез. Немцы как огня боялись. Два Т. Тиф и туберкулез. Это для них очень было страшно. Она дала маме такую справку, что у мамы туберкулез. Слава Богу, мама избежала, потому что она сказала, под пулями, но не пойду к немцам работать. Немцы открыли свои школы, которые становились главным рупором пропаганды. Учителей для работы в них заманивали материальными стимулами. Высокая зарплата в марках, хлебным байком, а также земельным участком. Я сходила в ту школу три раза. И сказала, не пойду. Я говорю, учат не так, как нас учили, я больше не пойду в школу. Не обязывали немцы. Им это было все равно. Хотите учить, хотите нет. А вот насчет работы, конечно, было строго. Чтобы все работоспособные где-то работали. Немецкие методы хозяйствования на только что оккупированных территориях, а главное то, что каждый хотел властвовать и никому не подчиняться, привели к дезорганизации общей системы управления. Начинается ссора между разными немецкими органами управления. Кто должен руководить этот процесс, кто главный, кто второй. И этот процесс очень мешается друг другу. И мы видим, как обычно, у немцев грандиозные планы, а результаты почти очень нулевые. В Берлине на происходящую вакханалию закрывали глаза, самонадеянно думая, что как только СССР разрушится, все как-то само собой образуется. А здесь новая неожиданность. Немецкое планирование дало кардинальный сбой. Вдруг выяснилось, что дороги плохи, дальше климат, зимой холодно, слякоть, грязь, понимаете, комары, болото. И вот эти жалобы читать вот в отчетах немецких экономистов. Парадоксально, но сегодня часто вспоминаются лютые русские морозы, которые буквально сковали наступавшие немецкие части в 41-42 годах. Но такие же морозы были и на оккупированных территориях. И пришедшие после регулярных войск немецкие военные управленцы также приехали в летние одежды с осенними плащами. Зимнего обмундирования им никто не предоставил, и оно даже не планировалось. Об этом действительно никто не думал, так как задачи стояли совсем иные. Причем это никто не скрывал, что это грабеж. Геринг как раз перед началом войны, он как раз заявил в своем окружении, что я собираюсь грабить, и грабить много. У Германии были идеальные, по их мнению, примеры оккупации. Например, Дания. Небольшая, но гордая европейская страна сдалась немцам без боя. Датчане оперативно выполнили все ультиматумы Берлина и признали за рейхом право их грабить. Дания управлялась на уровне посланника. Фюрер прислал в Копенгаген своего человека в ранге премьер-министра, который и руководил страной. По сути, Дания сама себя эксплуатировала во славу Третьего рейха и молча без протеста в течение всей Второй мировой войны и отдавала подавляющую часть своего волового национального дохода на нужды гитлеровской Германии. Можно без преувеличения сказать, что вклад Дания в экономику Третьего рейха был довольно существенным. Очень быстро оказалось, что в Советской России такое, в принципе, невозможно. Сложный для немцев климат, отсутствие дорог и иная железнодорожная колея не просто затрудняли вывоз награбленного, а делали масштабные планы грабежа нереализуемыми в полном объеме. А внутренняя неразбериха в эстеблишменте Третьего рейха лишь добавляла масла в огонь. То, что они задумывали, у них, в общем, не получилось. Вся эта стройная пирамида, которая на бумаге смотрелась, она рухнула буквально в начале первых месяцев войны. Розенберг не смог отставить свою компетентность. Они все запутались в своих связях и, в общем, как всегда, завязалось все на Гитлера. То есть, в общем и целом, был довольно очень большой бардак у них. Но главный сюрприз гитлеровцев только ожидал. Все немецкие дивизии были упакованы профессионалами разного уровня, которые должны были приехать и учесть вот эту собственность, которую они захватили. Всю, любую. Но отступая, советская власть в первую очередь вывозила партийное руководство, директоров заводов, их заместителей, руководителей цехов, простых мастеров. То есть, руководящие кадры и основной персонал. Кроме учета, немецким специалистам предстояло руководить предприятиями, директорами, бухгалтерами. Но руководить было просто неким и нечем. И другой сюрприз, очень неприятный, это политика выживанной земли. То есть, сознательное уничтожение советской власти, основных производственных фондов, всех складов с продовольствием. Но сама по себе политика уничтожения всех ценностей до прихода оккупантов, это был колоссальный сюрприз. Немцы помнили о голоде в Германии в Первую мировую войну и хотели избежать этого во Вторую мировую. И нацистские стратеги в первую очередь рассчитывали за счет захваченных богатейших земель Советского Союза обеспечить немецкую армию продовольствием. Но чем дальше они продвигались, вдруг выяснилось, что все уничтожено, все вывезено. Плюс, это же колоссальные, в общем-то, войска. Почти 3 миллиона человек их надо кормить, и они съедали все, что захватывали. Показатели самоокупаемости военной кампании осенью 1941 года достичь не удалось. Отступающие советские части ликвидировали запасы продовольствия, а новые урожаи еще надо было вырастить. В результате в немецких документах уже лето и осенью 1941 года встречается такая фраза – территория, где все съедено. Территория без продовольствия. То есть все, ничего нет. И вдруг оказалось, что все эти эксперты не нужны. То есть они захватили колоссальные территории. А чем там управлять? Что с этим делать? И плюс еще партизанское движение. Понимаете? Кроме того, получалось, что для функционирования экономики на захваченных территориях требуется завозить из Германии квалифицированный персонал. А чтобы контролировать население, важно держать сильный армейский корпус вдали от линии фронта. И самое главное – людей надо было кормить. В Третьем Рейхе существовал так называемый план голода, разработанный министром продовольствия Германии Гербертом Баке, кстати, уроженцем Батуми. Этот план был частью экономической стратегии Третьего Рейха, по которой от прежнего количества жителей СССР должно было остаться не более 30 миллионов человек. Страшная цифра, если учесть, что на начало 41-го года в Союзе жило около 195 миллионов. То есть жить дальше Рейх позволял всего 15% советских граждан. Но их смерть имела для фюрера и его шайки высокое значение. Высвободившиеся таким образом продовольственные запасы должны были пойти на обеспечение нуж германской армии. Оккупационной власти необходимо было кормить войска, полицейских, помощников и крестьян, которые должны были заготавливать продовольствие. Слабым звеном в этом списке были горожане и военнопрянки. План голода в первую очередь ориентировался на эти категории. И как можно от этого избавлять? Мы просто им даем поменьше питания. И так эта проблема решается постепенно. И здесь какие-то, скажем так, большие усилия. Если мы действительно посмотрим, что раздавается на оккупационную территорию, это меньше, чем тысячи калорий в день. Смотрите далее. Что за баланда приводит к медленной смерти? Как части СС подрывали экономику собственной страны? И что такое немецкая рулетка? Вера Московкина вспоминает, как голодные дети лазили на огороды, присвоенные немцами. Мы ночью по-пластунски туда лазили, дети. И потихонечку отрезали брюквы, но не с краю, а посредине где-нибудь. Оторезали капусты там, листья. Лебеду рвали, щавели рвали. У нас, тем более, лук рядом какой большой был, щавлю. За лето нарвут, а потом его варили. Но голодные и изможденные жители сопротивлялись неистово. Что в городах, что в селах. Партизаны не только наводили ужас на фашистскую армию, они разрушали немецкую экономику. Экономический ущерб от партизанской войны был колоссальный. Фактически экономическая жизнь, она просто исчезла. То есть они ничего не смогли добыть существенно. Они наладили кое-где производство в южных районах Украины, в Прибалтике. Ну, марганец они добывали, там, свинец, олово, уголь на Зонбассе. В семье Анны Вакуровой два брата ушли в лес в первый же месяц войны. А ее мать передавала в партизанский отряд через сыновей провиант и новости о действиях немецких властей. Как результат, 12 мая 42-го партизаны подорвали крупный немецкий эшелон. Очень большая потеря была немецкой силы, что ли, или как-то сказать. Вот. И вооружение немецкого. Они остановились в деревне Саленке. Это было в четырех километрах от железной дороги. В этом селе отряд попал в засаду. Старший группой минер Владимир Куриленко в перестрелке получил тяжелое ранение в живот. Шестилетняя девочка лишь помнит, как в дом знакомый ей дядя Кирш внес раненого и положил на пол. Мать их впустила и начала его перевязывать. То, что было. Конечно, никаких бинтов, никакой марли не было. Просто полотенцем. Ночью мама Анны украла у местного старосты лошадь, запрягла ее и отправила раненого с Киршем в отряд. То, что раненый умрет по дороге в отряд, они узнают уже после войны. Равно как и то, что Владимиру Куриленко будет присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Эта история откроет для них двери в другую жизнь. Тех, кого нацисты называли пособниками партизан. Мать допрашивать возили в Ермаки. Туда возили на допрос. Она приходила, конечно, пешком. И били, и все. Немцы устраивали своеобразную рулетку среди приговоренных. Выстраивая их шеренгу, убивали каждого третьего, пятого или второго. Матка, собирайся. Полицай, говорит. Она стала брать ее в люльке грудного ребенка. Полицай заругался на нее. Зачем тебе, ребенок, ты идешь на расстрел? Не трогай. Выстрелили 15 человек. Опять расстреляли. И еще, да. И при первом выстреле, когда раздался выстрел, вот, убили Нюру Рудманкову, то Тоня, вот моя восьмимечная младенец, она так закричала, что немец, значит, дал команду отставить. Аниной маме повезло. У нее была корова, которую в такой момент пришлось обменять на свою жизнь, и ее вывели с ребенком из шеренги. Но еще пять раз она приходила с малышами на расстрелы, и каждый раз повторялась немецкая рулетка. А потом, как пособников партизан, всю семью увезли в специальный лагерь. Там расстреливали, там вешали, там приезжали, привозили людей, потом увозили. Живущие в лагерях, большей частью, не получали никакого питания. В лучшем случае, раз в день жидкую баланду. Верхом цинизма являются так называемые 12 заповедей Бакки, в одной из которых говорится, что русский человек привык за сотни лет к бедности, голоду и непритязательности. Его желудок растяжим, поэтому нельзя допускать никакой поддельной жалости. Смерть здесь была обыденным явлением. От голода, от холода я просто перестала ходить. Я ползала, в 7 лет я училась заново ходить после войны. Когда, вернее, не после войны, а когда освободили нас. Нас отпустили, я не знаю почему. Нас отпустили в апреле месяце. Ее семья содержалась в лагере для семей партизан полгода. За это время от голода умер 4-летний брат Анны. Жидкая баланда, которой кормили 6-летнюю девочку, была по спецрациону от лучших нацистских медиков. 50% ржаной муки, 20% жмыха сахарной свеклы, 20% целлюлозной муки и 10% муки из соломы. Таким продуктом кормили всех узников лагерей. И никто из них не знал, что постоянное употребление этой баланды приводит к медленной смерти. Когда была конференция международная по нюрнбергскому процессу, я решил все тома обвинительного заключения, проштудировал и выбрал оттуда, где прямые показания, фигурирующие на нюрнбергском процессе, какого было отношение к детям. Я сам не мог читать. Ну и зал плакал. Во время войны на оккупированных территориях производство сельхозпродукции по сравнению с довоенным уровнем уменьшилось вдвое. Этого продовольствия хватало только для того, чтобы прокормить немецкую армию. Немцы вводили огромное количество поборов. Не только сохранялись те советские налоги, подоходный налог и так далее, налог с оборота. Новые налоги, которые, скажем, на Руси долго не знали. Например, налог за окна, которые выходят на дорогу. Или налог на трубу. Эти налоги были известны в Средневековой Европе, немцы их принесли. В ноябре 1941 года, после осознания немецким высшим руководством провала Бритцкрига, было решено использовать русскую рабочую силу на территории Германии. В январе 1942 года фюрер ставит задачу вывести на принудительную работу в Германию 15 миллионов рабочих из СССР. Насильственная отправка граждан на церковь на принудительные работы в Германию, а также в присоединенные к Третьему Рейху Австрию, Францию, из-за Салатарингию и Чехии протекторат Богемии Моралия осуществлялась немецкими оккупационными властями 1942 по 1944 год. Были задействованы армия и местная полиция, устраивались облавы. По немецким сведениям, в феврале 1942 года еженедельно отправлялось в Германию до 10 тысяч человек. Всего же было вывезено 5 миллионов 300 тысяч человек. Вывезли бы и больше, но мешали партизаны. Только на территории, например, Минской области партизаны сорвали отправку 600 тысяч человек. К нам подъехала машина к нашему дому. Немецкая машина. И сразу он зашел в комнату и читает мамину имя, фамилию. Мама говорит, я. Стали маму сажать, я на улице бегала. Я ухватилась, подскочила, заревела, заорала. Меня туда. Ну и все, повезли. Это был 1943-й. Из Смоленска до Минска их везли на машинах. Далее уже погрузили в вагоны и отправили на запад. Через Берлин повезли в этот лагерь до Бендорф. Он где-то километров 30 или 25 от Берлина был всего. И в этом лагере вот мы и были. Спали на соломе. Подъем в 6 утра. Завтрак, состоящий из легкой баланды, который становился обедом, принимали сразу. После выгоняли на работы. Обратно в бараки возвращались затяны. Детей заставляли работать с 12 лет наравне со взрослыми. Три или четыре ряда колючей проволоки. Вышки с часовыми, как у заключенных. Очень большущая территория. Было 10 бараков. В каждом бараке было по 10 блоков. А в каждом блоке по 20 человек. И такие же вот двухэтажные нары. Но даже под прицелом угнанные из СССР умудрялись тихо бойкотировать работы на благо Рейха. Как только видишь, что он спиной на кончик лопаты берешь и бросаешь. Им главное, чтобы вот набирали и бросали, набирали и бросали. Столкнувшись с политикой выезженной земли, колоссальным партизанским движением германские войска ответили жестокостью и повальным уничтожением людей. Добиться какого-либо экономического эффекта фашистское руководство восточными землями не смогло. СС, оно не ведало вопросами продовольствования и сбора, чтобы колхозы работали и чтобы продовольствие собиралось. А СС занималась чистой. То есть оно должно было уничтожать партизан в том числе. Оно должно было проводить в жизни политику геноцида в отношении евреев. Это подрывало экономику, соответственно, рейс-комиссариатов. Ведь формы сопротивления могут быть разные. Конечно, самое простое это вооруженные сопротивления. Там, партизанский отряд, мы все это знаем. Но на оккупированных территориях не было дорожных указателей к партизанам налево. Понимаете? Или направо. И объявления не было в газете. Набирание в партизанский отряд. Степень сопротивления для себя определял каждый, оказавшийся под немцами. Вера Московкина увидела наших в 1945-м в 30 километрах от Берлина. Ранним утром услышала какой-то шум, обратила внимание, что куда-то, как сквозь землю, подевалась охрана. Выбежав из барака на улицу, обомлела. О, Боже мой! Посреди лагеря стоит танк с надписью «За Родину!» со звездой. Ну, мы как выскочили. Вы знаете, это надо было видеть. Мы этот танк, наверное, обцеловали, облезали, лезли друг через друга, чтобы к этому танку притронуться. Вылезает из люка танкист. Молоденький такой. Глянул на нас, опять раз, в люк. Вылезает назад с аккордеоном в руках. Сел на край этого люка и давай нам играть эти вот... Ну, по мелодии я потом уже вспомнила. Землянку, потом темную ночь и огонек. Руководитель имперского министерства оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг был приговорен Международным военным трибуналом к смертной казни через повешение. В ночь на 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение. Для Германии экономическая эксплуатация захваченных земель была очень важна. Фюрер понимал, что без этого выиграть войну крайне сложно. Но такого сопротивления, какое фашисты увидели на оккупированных территориях Советского Союза, они, поработившие пол-Европы, предположить не могли. Мужество наших людей, не только партизан, но и стариков, женщин и детей, обернулось тяжелым камнем, который потянул экономику Третьего Рейха к краху. Ценой миллионов человеческих жизней, в том числе тех, кто оказался под оккупантами, но сопротивлялся, как мы. Мы не только выстояли сами, но и спасли народы Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова